Субтитры делал DimaTorzok Ну и понятно, синь, даль, потрясающие виды Ужасно здорово Человек даже не должен загорать Единение с природой, так сказать Как я и говорил, город окружен высокой стеной Отгораживающего и от моря, и от неприятностей И местные жители в свое время вполне обоснованно заявляли Что пора им предоставить независимость Кому они это заявляли, я не знаю Но видно, что аргументы были серьезные Продолжаем осмотр Выход к этому форту тоже затапливается водой, судя по всему А сейчас, когда отлив, то можно пройти по этой дорожке Там есть заливной бассейн Когда вода приходит, она заливает этот бассейн Наполнит его свежей водой Отходит и у нас получается бассейн с водой Который прогревается, где можно купаться И чистю Не надо, море само почистит Само позаботится о нем Ну а здесь такой импровизм пляж Пока нет Продолжаем путешествие вокруг города И видим паром Паром, который идет куда-то По своему пути Готовится к выходу, судя по всему Ну и наконец-то мы пришли в порт Можно сказать, шхуна какая-то парусная стоит рядом То ли пожарный катер То ли еще какой-то Непонятно Ну явно это, видимо, то, что называется порт Порт Сан-Малоу А он паром Он уходит к английским берегам Везет И богачество тут местное Вывозит Ну а мы продолжаем движение вдоль границы города Такие вот здания симпатичные Внутри города И проходы вдоль границы города По крепостным сетям Внизу клещет море и дорога, уходящая под воду Наступает прилив Явно, так сказать, уже это видно Было жарковато на стене Стало, вернее, жарковато Мы спустились вниз И теперь идем вдоль стены Но внутри города Ну что ж, настало время посетить музей И не просто музей, а музей корсаров Города Сан-Мало Вот это, похоже, в него вход А сам музей наверняка размещается в этих гостеприимных стенах Мы так думаем Что ж, схема города Сан-Мало Вот, собственно говоря, цвета доля Это стена И в 16 веке вот так выглядел город Не столь он был застроен высоко Здесь же на входе Корабельные пищали Для того, чтобы оборонять 17 век Ставились на корме И на носу Для того, чтобы картечу Оборонять от абордажа И защищать корабль Это какой-то знаменитый Больный человек местный Музей располагается в старом здании Ой Скамеечка какая-то интересная И сам по себе уже интересен Тем, что здесь бьется время Слышите, как скрипят снасти Давненько мы зажигали огня В этом камине Да, сервер Давненько Новые времена Новые нравы Все норовят обойтись электричеством А по мне так лучше добрый огонь Да и давно мы не поднимали паруса Все норовят обойтись дизелем А по мне так лучше ветер В тканях И скрипящие канаты А вот то, что давно мы это не брали в руки И слава богу По мне так лучше Пускай работает железная пила Так примерно рассуждали пираты Ну а мы смотрим экспозицию Это, судя по всему То, чем строился корабль С чего строился корабль Воск, канифоль Молотки, киянка Пакля И разные приспособления Ну, по-французски Калибре компас Калипер компас Вот так вот Ну это понятно Ручная дрель Кошмирный сон Стоматологи Портрет жены-хозяина А как привольно было и дни было Посидеть здесь в тенечке И понаблюдать за тем, что происходило на улице Само здание Вот какое-то очень историческое Такое, интересное Некий капонир такой Внутренние покоя Ведь это же форт Оборонительное сооружение Здесь Какие-то были Военные Всякие Действия Что-то типа кухни было Это слив был вниз Вот он загорожен сейчас Это раковина Древний раковина Возможно, что-то мыли И вода сливалась туда Ну, а мы продолжаем Наше движение наверх Вот теперь по этой лестнице Такий горшочек И горшочек, возможно Нет, вряд ли с медом Без меда Но явно Медный котел Медный горшок Что-то в нем варилось Ой-ой-ой Очередной вертлючок Он так назывался Корабельная пушечка Для защиты от абордажей И даже у него ручка Тертая Мужественных рук Из этого инструмента Похоже Не раз Эффективно стреляли Это всякая оснастка Корабельная Модель корабля И это у нас Назывался Чеснок Ну, так понимаете На палубу набрасывали Чтобы нападающие Накалывались А вообще-то Применялось Это, чтобы лошади Останавливать В наших краях А это кошка Забрасывали кошку Цеплялись за снасть А это рупор Ну, там Отдать якорь Передать якорь Якорь вам вбок Ну, и так далее А может команда Передалась в атаку Выходим из атаки Кинжал Ну, и всякие Другие снасти Чтобы ловить корабли Это, по-моему, снасть Двойная такая То есть Выстреливали из Пушкина Рвала Веревки На корабле Вроде бы так А-а-а Это вообще похоже На зажигательную Какую-то снасть Вон туда клали Паклю горючую Выстреливали И Это уж совсем Не гуманитарное оружие Это Явно пиратские сабли Обордажные сабли Так называемые Обордажные топорики Не Если представить Что себе рубили Вот этим топориком Становится Жутковато Как-то с корабля Сделали Какой-то плавучий Пристан Очень сильно На то смахивает Забавно Жалко, что по-французски Не читаю Только прочитал Это уже дела Невольничьи Всякие Бедных невольников Доставляли морем Охраняли их ружьями Сковывали цепями Различные приспособления Для ограничения движения Особенно вдохновляет Вот эта штука Да Подать не намного лучше Все кофе Кофе Все за кофе Из-за него Родимого Телесные замки Клейменные Короны Тут Какое-то Еще Что-то Нерезко 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 А вот Сам покоритель Моря Да-да-да Видимо Так и должен Будет выглядеть Корсар Смелый мужчина В полном Рассвете Чил Ну а где Корсар Там должен Быть сундук Иначе Куда Свои Добрижка Будет Складывать И в чем Его Будет Закапывать Сундук Корсара В натуральную Величину Действующая Модель Крышка С замками Хитрыми Ключ Замок Отделение И отделение Для особо Ценных вещей Если еще Этот ключ Он мог потерять То этот Не должен был Тереть Никогда Некий сейф Ну и наконец Мы Поднялись На самый верх Отсюда Можно Обозревать Город И вести Оборонительные Действия О Вода Близко Подошла Пролив Однако Идет Судя по всему Тут Судя по всему Идет Обряд Женильный Обряд Вон там Выходили Молодые Все В розах Уцепано И похоже Вот собственно Говоря Молодая И тут Стоит Вот она Принимает поздравления От родных И близких Продолжаем Обход По кругу Смотрим На том Как в городе Обстоят дела Море Подошло Достаточно Близко Подошло И кстати Вот По моему Это Друзья Жениха Если Я не ошибаюсь Продолжаем Круговой Обход Вид На старые Стены И на Океан Или это Еще Море Не Наверное Уже Океан Все Таки Вот Этот Интереснейшая Вещь Это Бомбарда Бомбарда Причем С камерой Которая Подсоединялась К ушке Вот эта Камера Сгорания Где Размещался Порох А бомбарда Собиралась Из листов И проковывалась Вот такими Вот Бандажом Таким Обковывалась Одно из самых Древних Орудий Бомбарда Система Бомбарда Кстати Царь пушка В Кремле Ничто иное Как тоже Бомбарда Вот такими Кстати Константинополь Брали Именно вот Такими Пушками Били в стены Три выстрела В час Но Своего добились В результате За кольца Ее носили Или возили Лошадьми Но самое интересное Отсоединяемая камера То есть Заряжался На скользенной части То забивался Заряд Сзади Присоединялась Камера И фиксировалась И поджигалась Это Пятнадцатый век Месье Картье Первый Открыватель Канады Отсюда же И был Совершен Поход в Канаду И Провинция Квебек Французская Канада Место Историческое Это видим То что они там Увидели Пироги Трубки И так далее А кораблик Похоже Как раз Ихний А это На месте Там они увидели У индейцев Кварту Канады Канады Канада Трин-тен-тен Ну и навигационное оборудование Угломеры Песочные часы Кронциркули И что-то из раковины Такое сделано Не знаю что такое Но явно тоже Какой-то приборец С помощью этого Уводили корабли Мне кажется Или строили корабли Да Самое главное Что эти корабли Приходили Куда требуется Вот что Самое удивительное Странябие Устройство Для хождения По морю Для ориентирования При хождении По морю Как работало Даже себе представить Не могу А сикстант Немножко могу Себе представить Ловился луч Солнца Зеркальца Куда-то Направлялся Определял свой угол То есть Это еще Как-то можно Объяснить Ну и компас Тоже более-менее Понятно А вот как Астралябие Работало Не знаю Пробел Огромный в образовании Надо бы Будет разобраться Ну что Посмотрели Музей Интересное место Экспонаты Реально Исторические Пушки Настоящие Вон Заржавленная Вся подняльная С какого-нибудь Корабля Затонувшая Го Ну продолжаем Наши путешествия По городу День солнечный Погода отличная Пойдем смотреть Ну вот собственно То место Где мы И начали Сегодняшнюю прогулку Вода пришла И заполнила С собой Пространство Ну и условно Оторвало Отделило Форт От берега От основного берега Ну люди там ходят Даже в одежде По воде Тепло Если ты Зазевался И упустил Прилив Можешь в конце Концов Вернуться Пешком Вброд И продолжается Движение воды Вот сейчас идет Приливное течение Явно Все больше и больше Отвоевывается У пляжа Водой И люди даже Вынуждены Собираться И уходить Потому что На их место Уже подходит вода И приносит водоросли Вот даже видно Очень хорошо Собирается Отдыхающий И вот К ним Как бы наползает Вода на их место С каждым Моментом Прибоя Все ближе и ближе К ним пододвигается Вода Интереснейшее Явление Приливы И отливы Где берег Пониже Вода уже Подошла Прям к стенам Опа Вот вам Прилив Это вам не шутка В деле Тут точно Все по расписанию Никаких опозданий Сбоев В графике Движения Не успел Промок Продолжение следует...